В центральном округе Хабаровска после пожара в заброшенном гараже расчеты обнаружили обгоревшие тела двоих неизвестных. Погибшие находились в салоне старого Запорожь, состоявшего в боксе с незапамятных времен. О том, что внутри металлического бокса могут находиться люди, никто не предполагал. Строение совершенно не походило на жилое. На пульт 01 позвонили жильцы окрестных домов. Пламя, полностью охватившее гараж, угрожало и соседнему боксу. Иномарка, которую обычно автолюбительница оставляла внутри, в этот день была припаркована на улице. Поэтому ворота открыли, чтобы основательно пролить раскалившиеся стены. По словам местных жителей, этот гараж облюбовали маргиналой. Бездомных поблизости видели и накануне. Следствие пока высказывается осторожно. Явных следов насилия на телах нет. Это могло быть и несчастным случаем, и попыткой замести следы убийства с помощью огня. Как только пожарные закончили свою работу, к обследованию приступил эксперт-криминалист. При тусклом свете фонарей удалось сделать первые выводы о причине пожара. Есть автомобиль, и возгорание, по предварительным данным, произошло именно внутри автомобиля самого, который расположен внутри гаража. При первоначальном визуальном осмотре места происшествия и тел самих мужчин установлено, что пока каких-либо телесных повреждений на них не обнаружено. Но это только в ходе визуального осмотра места происшествия. На установление причины гибели неизвестных понадобится несколько дней. Уточнить их личность или социальный статус невозможно. Одежда сгорела, документы, если они и были, тоже. Найти хозяина гаража и советского автомобиля пока не удалось. На Запорожце нет регистрационных номеров. По-видимому, машина была заброшена так же давно, как и сам бокс. Ворота не открывались несколько лет. Створки за это время успели просесть ниже уровня асфальта. Вход имелся с тыльной стороны бокса. Имел ли место поджог, будут выяснять следователи. Главный вопрос, были ли люди живы к моменту начала пожара, пока остается открытым. С места происшествия Константин Ковешников, Анна Карпова и Павел Рогатин.